Приветствую вас, Анастасия. Прочитал ваш вопрос. Немного не совсем понятен ваш именно заброс, именно не совсем ясна роль психолога, и вот цель психолога в этой ситуации тоже мне не совсем ясна. То есть в идеале, вам бы вместе с мужем обратиться на консультацию к специалисту выбранному, вот, хотя бы здесь, на сайте, это можно сделать онлайн, и поисследовать, чего хотите вы и чего хочет муж. Потому что есть ощущение, что с одной стороны, есть непростые детско-родительские отношения мужа и его отца, а с другой стороны, есть ваша неуверенность в себе, проблемы личных границ, вероятно, ну, может быть, какие-то страхи вас беспокоят, и вот это вот некая такая услужливость, да, то есть желание, вот всегда думали, что вы будете хорошей невесткой и прочее, то есть склонны к какому-то вот такому догматическому образу невестки. Собственно, о чем и говорит свекор, как бы, да? И наиболее такой серьезной проблемой мне видится здесь именно неотделение себя от мужа. То есть я так понял, что ваш муж достаточно мягкий такой человек, вот, который, судя по всему, не особо-то вас и защищал, когда вся эта история со свекром происходила, ну, может быть, и защищал, может быть, и защищал, вы ничего об этом не пишете, я не хочу додумывать, но у меня появилось ощущение, что он не защищал или не полностью защищал, ну, может быть, не мог защищать из того, что отец у него такой и тогда-то. Вот. Смотрите, все началось с того, что ваше отношение к нему, к свекру, стало меняться, когда муж начал делиться с вами своими отношениями с ним, с отцом, с отцом. Здесь вы не понимаете главного, что отношение мужа с кем угодно, вообще с кем угодно, это его отношения с этим человеком, это не ваши отношения, это его отношения. Его отношения и они, то есть муж и другой человек, неважно всё, эти отношения строят, а с вами, с вами ситуация может быть совсем другая. Это первое. Второе. То, что я говорил про личные границы и личную ответственность. А муж хочет, чтобы вы жили друзья. Если он хочет, чтобы отец принял вас и понял, пусть он для этого что-то делает, пусть он разговаривает с отцом, пусть отец приезжает к вам, встречается с вам. Например. И так далее. То есть, как бы, если муж хочет, не проблема, пусть он делает для этого всё. Что нужно. Но вы имеете полное право ничего для этого не делать, если вам не хочется. То есть, не ощущение, что вы, вот, делали то, что вам было не по желанию, делали, что это не для мужа, вот такое против и против своей воли. Ну и получилось это плохо. Так бывает всегда. Когда ты это делаешь против воли, получается обязательно, что плохо. Ну вот, к сожалению, так это работает. Поэтому, тут вот такой момент, да, это не ограничивать себя от своего мужа. Это плохо. Это деструктивно для вас. Дальше. Следующее, что нужно сказать, это, вот то, что вы говорите, что вас оскорбили при людях. Я не оправдываю то, что сделал ваш оскорб, да. Я не считаю, что он как-то прав. Или что он должен был поступать так, как он поступал. Но, ну, при этом, при том, что он не должен был так поступать, я полагаю, что и вы приняли его оскорбление, что вы восприняли его слова как оскорбление. Тоже совершенно не просто так. Потому что природа оскорбления такова, что оскорбить человека могут лишь в том случае, если он сам в той или иной степени согласен. Согласен. Согласен с тем, что ему говорит человек. И если не согласен, то оскорбить не получится. И то, что вы оскорбили, то что вас оскорбили, это говорит о том, что... Ну, ссылка куда-то попала в точку. Попала в точку в том плане, что вы, вероятно, не сомневаетесь, насколько вы хорошая жена, насколько вы хорошая невеста. И надо сказать, что когда речь идет так, когда ситуация становится такой, когда понятийный аппарат, выбранный для характеристики данной сферы отношений такой, то всегда есть сомнения в том, насколько ты хороший. Вот тебе говорят, ты такой хороший, ты такой хороший. И ты думаешь, блин, если я хороший, значит, я же могу быть недостаточно хорошим. Если я хороший, я же могу быть плохим. Понимаете? То есть, эта оценка, то есть, так же, как и плохой, то же самое. Эта оценка, она, она изначально уже с изъяном. И ваша задача здесь, отойти от вот этого понятийного аппарата и принять другой, насколько я естественный и свободен, например, в своем поведении. И насколько я принимаю то, что хочу. Насколько я отграничиваю себя от другого человека. Ну, а вашему мужу нужно поработать с детско-родительскими отношениями, потому что у него явные проблемы с отцом. Вот. Есть у меня такое ощущение, что тут вот проблемы идут. Но сперва, сперва, сперва это вот вам вдвоем нужно обратиться в зал консультации, чтобы выявить проблему, как каждого из вас. Вот. И уже тогда по одиночке с каждым из вас можно будет работать. Я очень рад, что вы счастливы в браке. Но эта ситуация может вашу жизнь осложнить и осложнить достаточно сильно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.